книга открытым оком том 28 вопрос 3968 что за знаки были найдены в комнате где царя николая расстреляли отвечает Игнатий Тихонович Лапкин если бы молились о своей душе то увидели бы на стенке иные знаки книга пророка Даниила 5 глава 27 стих такел ты взвешен на весах и найден очень легким в последней книге священного писания апокалипсисе Иоанна Богослова так говорится об одном из признаков главного врага бога и христиан антихриста здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его 666 книга откровения 13 глава 8 18 стих святые отцы православной церкви дали множество тонких духовных истолкований этого одного из самых загадочных мест откровения люди маломальски знакомые хотя бы с популярной литературой о христианстве или о сектах сатанинского толка безусловно не раз сталкивались с этими тремя шестерками возможно из сообщений прессы кому-то памятны случаи когда какое-либо злое деяние подписывается этим числовым символом если же кто совсем мало знаком с этим лучше всего заглянуть в толкование святых андрея кисарийского ипполита римского мефодия потарского лактанция и познакомиться с книгой с.а. нилуса близ есть при дверях антихрист как политическая реальность мы же не мудрство и лукаво обратимся к строгому свидетельству относящемуся к одному из величайших злодейств нашего века из протокола двоеточие кавычки открываются 1919 года апреля 15 25 дня судебный следователь по особо важным делам при омском окружном суде н.а. соколов в городе екатеринбурге в порядке 315 324 статья уст угол суд производил дополнительный осмотр дома ипатьева по осмотру найдено следующее опечатанная комната обозначенная на чертеже цифрой 2 и есть та где произошло убийство государя императора николая александровича его семьи ее внешний вид соответствует описанию ее в акте сергеева л.д.39 об исследовании том 1 при настоящем осмотре отмечаются следующие обстоятельства на самом краю подоконника чернилами черного цвета весьма толстыми линиями сделаны одна по другой три надписи а вблизи написано такими же чернилами и тем же почерком восемь семь восемь 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 в расстоянии полувершка от этих надписей на обоих стены такими же чернилами и такими же черными линиями написаны какие-то знаки имеющие следующий вид смотри рисунок редакция комната где произошло убийство августейшей семьи была также опечатана той же печатью в судебный исследователь н соколов понятые кавычки закрыты опыту расшифровки каббалистической надписи из четырех знаков была посвящена специальная брошюра некого эннеля жертва эннель дает следующую расшифровку четырех каббалистических знаков здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства о сем извещаются все народы частные толкования ее давали и другие исследователи царского дела работа эннеля жертва была впервые опубликована в россии в сборнике царь колокол в этом же номере сборника напечатана статья екатеринбургская голгофа под псевдонимом мих орлов которая была написана мной совместно с а а щедреным сейчас я не могу согласиться с рядом теоретических рассуждений данной работы при принесенных в нее моим соавтором однако имеет смысл вспомнить из этой статьи сопоставленные четырехзначной надписи в ипатийском подвале с аналогичной криптограммой опубликованной в еврейской националистической брошюре лёхи лехи 12 февраля 1942 года в тель-авиве в результате столкновения между враждующими еврейскими группировками был убит глава группы лехи абрам штерн по кличке яир на месте его убийства была оставлена следующая надпись из четырех знаков которая в еврейском прочитывается как никама что означает месть любопытно что если учесть разницу в почерках то три из четырех знаков разительно похоже на символы екатеринбургского граффити характерно что роберт вильтон во втором издании своей книги приводит ссылку на письмо специалиста в каббалистической тайнописи госпожи несты уэбстер автора замечательной книги о французской революции в которой она воскрешает данные того времени доказывающий какую деятельную роль играли иудеи в подготовке и взрыве революции 1789 года цитата проследив роль немецких иллюминатов во всех революционных движениях прошлого века я убеждена что нынешняя большевистская власть получает указания от тайного общества имеющего свое управление вероятно в германии весьма примечательно что из четырех воспроизведенных вами знаков три похожи на знаки которыми пользовались иллюминаты и которые напечатаны графом ле кутле де кантеле дальше в его книге с с с с с с не могу прочитать дальнейшее расследование дали более положительные результаты три знака употребляемые еврейскими тайными обществами в германии оказываются взятыми из старо еврейского самаритянского и греческого алфавитов и обозначают сердце или в переносном смысле голову духовную еврейский знак народную самаритянский и политическую или государственную греческий этим точно обозначается такое лицо как русский цель снимок стены с надписью показывает цифры на подоконнике написанная в кавычках такими же чернилами и такими же толстыми линиями кавычки закрыты лицом стоящему стены по видимому в таком же положении сделана надпись на стене следовательно ее нужно читать сбоку тогда ясно отмечается греческая ламбда вероятно точное значение и надписи и таинственных цифр на подоконнике станет со временем но из сказанного достаточно ясно что надписи сделаны лицом близко знаком с каббалистик с каббалистикой и также судя по почерку лицом обладающим сильным даже жестоким характером однако несмотря на оптимистическое предположение роберта вильтона в исследовательской и обзорной литературы о екатеринбургском злодеянии до сих пор слишком мало уделено внимание цифровым записям сопутствующим каббалистической надписи не исключено что и символическая буквенная надпись также обозначает некое число с тремя повторяющимися цифрами почему-то по сей день эта шифровка лишь упоминалась либо воспроизводилась без настоятельного предложения специалистам по шифрам должным образом исследовать ее собственно по остановке вопроса о крайней необходимости изучить и расшифровать эту цифровую запись и посвящена данная заметка я никоим образом не являюсь таковым специалистом и даже не знаю где подобных добросовестных профессионалов можно найти но мне известно из книги соколова убийство царской семьи что была расшифрована цифровая телеграмма где сообщалось комиссаром белобородовым подлинное признание об убийстве всей семьи а не только одного государя ключом к этой шифровке было слово екатеринбург что же четыре каббалистические знака так застали нам так застлали нам страхом глаза что мы боимся даже подумать об этом не то что высказать мысль что пора от народных избранников в государственной думе потребовать чтобы они специальным законом вытряхнули чекистские загашники 1917-1919 годов и стало наконец возможным поискать в них ключи к разгадке этой проблемы вполне возможно что цифровая запись относится к той категории шифров по которым кодировались чекистские депеши хотя не исключено что раскрытие тайны записи на краю подоконника лежит в области каббалистических знаний неужели среди патриотов россии нет человека который взялся бы за разрешение одной из самых ключевых проблем в раскрытии загадки цареубийства так один из крупнейших современных математиков академик игорь ростиславович шафаревич видимо мог хотя бы указать направление поиска это исследование необходимо уже потому что рассуждение о современном использовании каббалистики тут же высмеиваются в кавычках образованными борзыми перьями демократической печати люди серьезно относящиеся к этой проблеме выказываются абскурантами и дураками поэтому доказательная взаимосвязь между нерасшифрованной надписью на краю подоконника и цареубийства могла бы дать развернутое основание в том утверждение что отнюдь не опереточные современные силы зла опереточные современные силы зла совершая свои бесчеловечные деяния по сию пору остаются верными верными мрачным средневековым традициям своих предшественников именно этих отнюдь не выдуманных злодеев и преступников сознательно покрывают пересмешники патриотов из либеральной и демократической печати к сожалению рассчитывать на то что возбужденная генеральной прокуратурой РФ 19 августа 1993 года официальное дорасследование по факту убийства царской семьи будет заниматься решением этой проблемы не приходится и вовсе не потому что прокурор криминалист В.Н. Соловьев ведущий дело не может по своим личным качествам или убеждениям о нем лично я бы не мог сказать ничего предосудительного потому что он сам неоднократно публично заявлял о своей непрезвятости в должном порядке взаимодействовать необходимые следственные механизмы но потому что над этим следователем находятся некие довольно могущественные силы которые не позволили бы В.Н. Соловьеву провести подобное исследование привлечь нужных специалистов даже если бы он этого захотел откуда проистекает это убеждение откуда известно что эти неведомые миру могущественные силы имеют влияние на данное дело да хотя бы из одного то что это уголовное дело зарегистрировано следующим весьма характерным кодом н. 18 1 2 3 666 93 в связи с этим вспоминается празднование 125-летней годовщины рождения государя императора Николая Александровича 19 мая 1993 года главой союза христианское возрождение В.Н. Осиповым заблаговременно в положенные сроки была подана заявка московским властям о проведении крестного хода по случаю столь знаменательной даты никаких официальных возражений до торжественного дня Владимир Николаевич Осипов не получил и только на молебне у часовни во имя державной Божьей Матери именно в праздничный день начальником местного отделения милиции Осипову была предъявлена бумага подписанная префектом музыкантским о запрещении крестного хода несмотря на запрет крестный ход состоялся он не мог не состояться тем более что и многочисленные представители правоохранительных органов вопреки своим временным уставам по долгу совести сочувствовали молящимся и не чинили им никаких препятствий однако они взяли с ВН Осипова слово что после крестного хода он должен явиться в их отделение милиции для официального разбирательства по поводу организации незаконного в кавычках крестного хода бумага подписанная музыкантским была зарегистрирована под номером 666 что это случайность или намеренный вызов если первое то почему эти случайные совпадения столь часто именно в связи с царской семьей если это закономерность то почему антихристианская религиозная символика исходит от органов управления которые существуют на деньги русских православных налогоплательщиков после крестного хода ВН Осипов как и обещал явился в назначенное отделение милиции хотя одного его туда конечно не отпустили за ним пошли многие участники торжества и там состоялся интересный разговор о событиях в оптинской пустыне на пасху того года когда были убиты трое иноков во имя числа 666 о пророчествах апокалипсиса о циничной наглости воинствующего антихристианства временно разгулявшегося в России русские мужики одеты в милицейскую форму с прежней советской символикой говорили о том что они хотят служить порядку и настоящей законности и если жизнь повернется так что власть станет лучше то они не по уставу но по совести прижмут этих в кавычках шестерок горько было слушать этих закабаленных русских мужиков именно в этом смысле представляют из себя жалкое зрелище видимо хороший профессионал прокурорки генеральной прокуратуры РФ ВН Соловьев по совести и он видимо хочет утверждения правды и истины об убийстве царской семьи хочет то он хочет а кто ж ему даст когда номер ведомого им дела заражен дезинформационным компьютерным вирусом 666 пока кремлевские покои охраняет президентский батальон номер 666 заботиться об утверждении правды о екатеринбургском прошлом и московском настоящем мы должны сами уповая лишь на собственное упорство и бодрящий крич святого благоверного великого князя Александра Невского не в силе Бог а в правде 4 17 июля 1994 царей убивали и нередко так что забота о душе у них должна быть не менее великой чем и у простолюдин евангелие от марка 13 глава 33 стих смотрите бодрствуйте молитесь ибо не знаете когда наступит это время довольным быть сподобились не все и потому шикует недовольство желанию перемен расширенный посев и критика объекта зависти как так хлестка чем обладаем это до нас дрей нам одеяние прикрыло все же наготу тепла достаточно чтоб и в мороз согреть конечно есть богачи кто пожирнее жрут в довольстве всем жизнь не видя в довольстве всем жизнь не видя продлят проглоченная лучше к выходу пройдет обман беспечность обрастут нолями на ближнего легко напустится поклеп нехватка даже малого чего-то не даст несчастному счастливчикам прослыть он морщит лоб и давится заботой со всех концов к нему спешат послы он осуждает бедность принародно и недоволен всем что есть женой отображается в глазах друзей уродом что сеял в недовольстве то пожнет ищите царство божие а с ним и правды и будет пропитание довольно и одежды кто это понял неизменно рады иначе после смерти ждет зубовый скрежет когда доверишься в молитве богу сил не на себя надеясь надоменно то не помыслишь лишнего просить с уже добытого снимая только пенки довольный должен быть благочестив по слову божию испытан многократно легко обидевшего искренне простит да в бедному не здесь вернет обратно от благочестия до святости лишь шаг кто во христе за все благодарит таких богатств и беды не лишат ему завидуют несчастные цари 26 июля 2008 год Игнатий Лапкин 2 2 5 5 5 6 6